Исклеймер. Все сказанное на YouTube-канале Гиперборей является личным мнением автора и ведущего Вадима Борейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Тукаев – это птенец Назарбаевской школы. Себя презентировать как игрока глобального уровня – это та самая ошибка, которую и Назарбаев совершал. То есть, когда он себя старался вытягивать, как помнишь, Берон Мюнхгаузен, да, за голову, вытягивать из этого болота и всем показывать, смотрите, а я все-таки вот такой, скажем так, сотрясатель вселенной. Общий привет! До старых! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. Для президента Казахстана главным событием этой недели стала поездка в Нью-Йорк на 78-ю Генеральную Ассамблею ООН. Косым Жобарт Кемилевич словно вырвался на свободу из пленно внутренних политических и экономических проблем и с головой окунулся в стихию своей любимой дипломатии. Он выступил с эпичной речью на общих дебатах в сессии, сопредседательствовал на саммите ООН по целям в области устойчивого разбития, принял участие в саммите глав государств Центральной Азии США вместе с президентом США Джо Байденом и четырьмя коллегами по региону. Провел порядка двух десятков встреч с лидерами государств и капитанами транснационального бизнеса на полях и в огородах Ассамблеи. И все это за четыре неполные дня. Сегодня итоги заокеанской поездки главы государства мы обсудим с политологом Дособом Садпаевым. Сейчас уже начнем. А пока не забудьте подписаться на YouTube-канал Аудиториум QZ с Дособом Садпаевым. Ссылку на него и другие соцсети политолога я оставлю в описании к этому видео. Подписывайтесь и на канал Гипербодей, если все еще почему-то этого не сделали. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик для уведомлений о новых выпусках. Пишите комментарии по ходу интервью и делите ссылки на видео, где только можете, в социальных сетях и мессенджерах. И, как обычно, я благодарю вас за поддержку. Коп-коп, Рахмет, огромное всем спасибо. В Исбергемис мы делаем Гипербодей вместе. Донаты отправить легче всего по QR-коду, который вы видите в левом верхнем углу своего монитора. Как будто пришли в кино и оплачиваете билет. Только цену за него называете сами. Можно посылать донаты по номеру телефона и набираем банковский карт Халык и Каспий Голд. Все реквизиты для отправки донатов вы видите на мониторе. И также они есть в описании к этому ролику. Начинаем. Досын, привет! Всегда рад тебя видеть. Приветствую, Матин. Да, взаимно. Сайт Аккорда называет центральным событием визита главы государства в США его участие в общих дебатах Генеральной Ассамблеи. А ты вот какой из перечисленных ивентов считаешь самым важным? На самом деле они любят часто все преувеличивать и, скажем так, надувать шары, заполняя это все воздухом. Потому что, опять же, нужно исходить из того, что заседание Генеральной Ассамблеи ООН – это ритуальная встреча, которая проходит каждый год. То есть это не некое уникальное событие, где обсуждаются какие-то уникальные вещи. В прошлом году, например, Тукаев тоже ездил туда. Тоже встречался с представителями американского бизнеса. У него тоже были разные встречи деловые. То есть, на самом деле, его выступление на Генеральной Ассамблее ООН – это, еще раз повторю, определенный такой дипломатический ритуал, который совершает президенты разных стран, где озвучивают свои позиции. Другой момент, что эти позиции мало кто учитывает, хотя бы потому, что сама Организация Объединенных Наций, как организация, которая создавалась после Второй мировой войны для того, чтобы, скажем так, обеспечить мир, безопасность и быть неким таким провайдером этой безопасности на глобальном уровне, она давно эту же роль не играет. И поэтому Организация Объединенных Наций критикует со всех сторон. Кто только не критикует. И развивающиеся страны критикуют, и страны, которые входят из Совета Безопасности ООН и так далее. То есть, это больше такая площадка такого дипломатического тщеславия, где главы государств получают доступ к микрофону, к международной аудитории, где могут похвалить себя, могут похвалить свою внешнюю политику, могут похвалить свою внутреннюю политику. Кстати, что Тукаев и сделал в своем выступлении, там вторая часть его доклада была посвящена тем, так называемым политическим реформам, демократическим изменениям, которые якобы он провел на благо страны. Я поэтому не переоценивал это. Смотри, вот прошлый президент часто же тоже выступал и в Генеральной Ассамблее, каждое выступление называли историческим. И мне все эти его речи напоминали выступление Остапа Бендера перед клубом «Четырех коней», где он расписывал перспективы проведения межгалактического шахматного турнира в Нью-Всюках. А какое-то есть отличие у Тукаева от Назарбаевских выступлений? Ну, на самом деле, давайте не будем забывать, что в принципе Тукаев это птенец Назарбаевской школы. Потом он долгое время сам был активным инициатором разных внешнеполитических инициатив с участием Назарбаева. Он был активным проводником его многовекторной политики, он по сути курировал внешнюю политику Казахстана и по сути участвовал в том числе и подготовке многочисленных выступлений, возможно, главы государства. Поэтому те тезисы, которые он озвучил на полях Ассамблеи ООН, они по сути очень хорошо совпадают с этими, как любят сайты, эпохальными заявлениями касательно предложений по изменению мира, каких-то глобальных инициатив. То есть в стране куча проблем. В стране до сих пор есть большое количество проблем новых и старых, которые активно не решаются. А Тукаев, как и Назарбаев, уходят в большие глобальные измерения, выдвигают инициативу, чтобы спасти мир. Не Казахстан, а мир спасти. Заявляют о своих предложениях по поводу того, как сделать этот мир безопасным, экономически процветающим и стабильным. Опять же, несмотря на то, что в стране своих проблем ВОЗ и маленькая тележка. Поэтому я думаю, что в этом плане Тукаевский спич, он по многим направлениям похож на Назарбаевский. То есть показать себя не как некого регионального игрока в рамках Центральной Азии, а себя презентировать как игрока глобального уровня, который думает о глобальных проблемах, который готов предлагать конкретные решения этих проблем. Но другой момент. Воспринимают ли его как игрока глобального уровня? Потому что, опять же, не будем забывать, что представители отовольного государства воспринимают не просто как статус президента, а воспринимают то, какое государство он представляет. Сильное, экономически конкурентоспособное, чья доля ВВП в мировом глобальном рынке настолько существенна, что с ним все считаются. В военную державу, с которой тоже все считаются. То есть, Тукаев не представляет это государство. Для многих Казахстан, как и все страны Центральной Азии, это какая-то периферия между Россией и Китаем. И так далее. Поэтому, я думаю, что, опять же, это та самая ошибка, которую и Назарбаев совершал. То есть, когда он себя старался вытягивать, как помнишь, Берон Мюнхгаузен, да? За голову вытягивать из этого болота и всем показывать, смотрите, а я все-таки вот такой, скажем так, сотрясатель вселенной. Я согласен с тобой в том, что формат ООН сам по себе уже устарел. Вот Станислав Белковский называет его продуктом Ялтинско-Подздамского мира. А ситуация и конфигурация в мире давным-давно изменились. Но Касахстан Жумар Тукаев тоже ведь в своей речи это признал. Но сказал, а другой-то площадки у нас нет, поэтому давайте вот использовать эту, пока она есть. Это мне напомнило, кстати, его слова на встрече с крупным бизнесом, когда он говорил про вот эти, про фейковый автопром, что лучше такое производство, чем никакое. Досор, так какое же все-таки событие тебе показалось наиболее важным? Саммит США-Центральная Азия? Ну, я думаю, что даже для Тукаева, скорее всего, это событие более было важным. Ну, потому что впервые оно проходит на таком уровне с точки зрения, там, участия президента США и глав государств стран Центральной Азии. Хотя, на самом деле, этот формат-то он был придуман еще в 2015 году. Я имею вот этот формат, да? 5 плюс 1. И придумал еще при Бараке Обаме. Вот. Как некая такая многосторонняя площадка, чтобы какие-то поддерживать контакты США со всем регионам, а не только с отдельными странами. Кстати, при Дональде Трампе эта площадка не было тоже от нее отказа никакого. Ее тоже поддерживали, может быть, не так активно, потому что считали, что это какой-то канал взаимодействия. Но после того, как тот самый Джо Байден активно инициировал такое быстрое бегство американцев из Афганистана в 2021 году, такая стремительная эвакуация, то есть тогда интерес штатов, в принципе, к региону ослаб, потому что традиционно, на самом деле, как бы регион всегда воспринимали в увязке с Афганистаном. После 2001 года, то есть после 11 сентября 2001 года, после появления международной коалиции. Когда американцы там и стало, в принципе, для Вашингтона, Центральная Азия, скажем так, стала опять периферией до, Вадим, до начала войны в Украине. То есть начало войны в Украине опять, скажем так, переформатировал этот подход, поэтому встреча эта и проводилась вот в таком формате, с участием Байдена. Хотя я думаю, что эту подготовку, эту встречу еще госсекретарь Блинкен провел. 27 февраля он приезжал. Да, когда приезжал в Казахстан, да, и проводил тоже там встречу в рамках C5 плюс 1, но на уровне там министров иностранных дел стран Центральной Азии. Здесь, Вадим, очень важный момент. То есть война в Украине, по сути, она опять сделала регион Центральной Азии важным для США и Европейского Союза. Здесь хотел бы подчеркнуть, потому что они идут дуэтом. Это как партнеры, у них есть общие задачи и цели. То есть, во-первых, потому что Центральная Азия рассматривается Западом как важнейший канал обхода санкций со стороны России и Беларуси. И где-то тему с прошлого года активно поднимали все европейцы, американцы поднимали сюда делегации, если помнишь, да, приезжали. И американские, европейские, британские вот по поводу санкций. Блинкен об этом тоже говорил, когда в Казахстан приезжал. То есть тема понятна, скажем так. Она сейчас тема номер один. Хотя, с другой стороны, Вадим, наш регион вообще оказался сейчас довольно интересной и сложной ситуацией. Мы окружены странами, которые находятся под санкциями. То есть, кроме России, это Афганистан, это Иран. У Китая проблемы с Западом, конфронтация нарастает и так далее. И другой момент, что США альтернативы никакой предложить не смогут с точки зрения каких-то торгово-экономических взаимодействий. По одной простой причине, Вадим. При всей, скажем так, вот этой активно распиаренной встрече с Байденом, у США приоритетный партнер в регионе – это Казахстан. Казахстан по причине вполне банально. Об этом тоже уже не раз говорили. С 90-х годов больше 50 миллиардов долларов вложили в экономику Казахстана. Добывающий сектор. То есть, в этом плане Казахстан, скажем так, он более близок к США с точки зрения экономических связей. Для Европейского Союза близкий партнер с точки зрения экспорта нефти и так далее. Кстати, вот и объемы инвестиций Европейского Союза, там 120 миллиардов долларов, сказали, за последние лет 10-15. Так вот, 70% тоже шло в Казахстан. Поэтому в этом плане понятно, что для США Казахстан партнер более приоритетный, чем другие страны. То есть, поэтому эта встреча, в принципе, тоже имела такой ритуальный характер, потому что из пяти стран, стран Центральной Азии, основные потоки западных инвестиций идут только в Казахстан. С Узбекистаном, естественно, сейчас будут укрепляться связи. Это будет второй игрок, который очень важен для Запада. И здесь, Вадим, мы подходим ко второй теме. Эта тема связана с Афганистаном. Да, США ушли из Афганистана, но талибы туда пришли и, судя там, за последние два года укрепляют свои позиции. И с ними стали уже считаться все соседи. И поэтому США в какой-то степени стали понимать, что необходимо с Афганистаном иметь взаимодействие не напрямую, но через страны Центральной Азии. Мы когда-то эту тему обсуждали, когда обсуждали бизнес-форум Казахстана и движение «Талибан», естественно, что США это думают делать через страны Центральной Азии. Кстати, вот, обратите внимание, Тукаев же и предложил в Алматы создать вот этот региональный центр, да? Там центр по цели устойчивого развития ООН по Центральной Азии и Афганистану. Да, да. То есть, он понимал тоже то, что, в принципе, Запад заинтересован, чтобы Казахстан взаимодействовал с Афганистаном, там, продовольствие туда поставлял, с гуманитарным кризисом где-то боролся, помогал бороться и так далее. Третья причина тоже немаловажная состоит в том, что этот саммит, он, по сути, был некой реакцией, ответом на тот саммит, который Китай провел в мае этого года в Сиане, также по формату Китая плюс пять стран Центральной Азии. Досом, на таких встречах всегда важна рассадка. Помнишь знаменитую фразу Ельцина? Да, да, не так сильно. Вот, по правую руку от Байдена сидел Тукаев, по левую Блинкин. Мерзиоев вообще с краю стола. То есть, такая рассадка была не только потому, что из всех президентов Центральной Азиатской государства Тукаев говорит по-английски, а из-за важности страны? Я думаю, да, в том числе. То есть, я уже упомянул то, что Казахстан, с точки зрения, скажем так, интересов США, находится в топе приоритетов. Опять же, и по экономическим причинам, и с точки зрения вот этих всех санкционных вещей и так далее. Вот, это, во-первых, потом другие страны Центральной Азии, если бы, например, Туркменистан, Таджикистан, в частности, частично Кыргызстан, они более сильнее зависят от Китая, от китайских кредитов, да. То есть, и в этом плане там понятно, что американцы и европейцы не делают ставку на эти страны в плане каких-то более тесных взаимодействий. Четко видят, что их сфера притяжения немножко другая, вот, в этом плане. Поэтому они делают ставку на те страны, которые, как они считают, будут, скажем так, где-то являться ключевыми в регионе. Это и Узбекистан, и Казахстан, и Казахстан в первую очередь. Но здесь другой важный момент, потому что, на самом деле, основная конкуренция в регионе, она будет идти между Китаем и США. Китай, в принципе, об этом все они заявили о своих интересах в регионе, и, в принципе, четко обозначил, что это стратегически важная зона для его интересов. США в этой встрече тоже четко указал, что готов взаимодействовать с регионом в разных направлениях. Но будем реалистами, у Китая здесь больше сейчас возможностей и шансов эти позиции укреплять. И географически он сосед, и с точки зрения инвестиций он активно здесь присутствует в разных странах региона и так далее. То есть США здесь, по сути, не имеет каких-то серьезных рычагов активного притяжения к себе стран региона. Даже у Европейского Союза таких рычагов чуть больше. И, возможно, единственный вот этот момент, который объединяет Запад и Китай, который, кстати, позвучал на этой встрече, в том числе и Тукай, кстати, и тоже это упоминал в своем докладе, это Танскоспийский маршрут. Да, все заявили о том, что он очень важен для региона, но он важен для Китая, он важен для Европейского Союза, он важен для США, то есть для всех. Вот здесь, получается, одна точка соприкосновения, где этот в обход России Танскоспийский маршрут оказался важен для всех геополитических конкурентов. Тосин, прости мне вот такое неуклюжее сравнение, но мне вот эта группа из пяти президентов Центральной Азии напоминает коллективную невесту, которая ездит на смотрины к разным женихам. Вот ты уже упомянул, что в мае ездили к китайскому жениху. Почти год назад мы с тобой обсуждали саммит России, Центральной Азии, когда престарелый российский жених к нам приезжал. Чей Колым в данном случае заманчивее вообще для Центральной Азии и для Казахстана в частности. Это опять же зависит от внешнеполитических моделей стран Центральной Азии. То есть там понятно, что многовекторная внешняя политика Казахстана, которая как бы официально озвучивает как сохранившуюся, которую они придерживают, предполагает то, что она должна встречаться с разными женихами, но никому не давать обещания жениться. Хотя опять же здесь нужно учитывать момент, что у Казахстана и Станцентральной Азии есть и большое количество уязвимых зон, потому что каждый из этих стран, в частности Россия, Китай и даже Афганистан и так далее, эти страны важны с точки зрения, скажем так, определенных моментов, на которые нужно обращать внимание в плане рисков. И что касается Запада, в частности США и Европейского Союза, то они важны в первую очередь с точки зрения репутационного капитала. Потому что понятно то, что там, скажем так, если вступать в конфронтацию с Западом, то понятно, что это будет иметь довольно серьезные проблемы чисто имиджевого репутационного характера для этих авторитарных стран. Они четко хорошо понимают, Вадим, кстати, то, что после войны в Украине их авторитаризм уже стал довольно блекло выглядеть, как бы и менее бросаться в глаза и резать даже глаза и Вашингтону, и Брюсселю. И на этом они, кстати, тоже будут играть очень активно. Потому что даже во время вот этого саммита с участием Байдена там мельком упомянули тему по правам человека, что якобы обсуждалась эта тема. Но основные акценты, кстати, в основном делались на экономике, на безопасности. То есть сейчас любимая тематика Европейского Союза и США. Вот ты восхитил мой следующий вопрос. Я как раз хотел процитировать дословно повестку. Обычно в официальных отчетах минимум какой-то конкретики, детальной информации, но хотя бы указывает, о чем беседовали. Так вот, особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству, пишет сайт Аккорда Кэзет, а также возможностям для американских компаний в таких сферах, как разработка важнейших полезных ископаемых, о чем Тукаев говорил про геологоразведку в последнее время, возобновляемые источники энергии, обрабатывающие промышленности и другие. Также перспективы укрепления сотрудничества в решении проблем безопасности, включая кибербезопасность, терроризм, насильственный экстремизм, незаконную миграцию и наркотрафик. Затем региональный центр ООН по ЦУРам, целям устойчивого развития для Центральной Азии Афганистана. Но я не заметил даже дежурных слов про демократию и политические реформы, что после фиаско двухлетней давности в Афганистане Штаты больше решили не учить другие государства жизни. Мне кажется, просто-напросто здесь опять всплыло вот это. То, что США в определенный период времени всегда скрывало за заявление о распространении демократии и поддержке прав человека, всегда все-таки основным фундаментом американской внешней политики была вот эта реальная политика, реал-полиси. То есть геополитические интересы США, они всегда выдвигаются на первый план. И поэтому после начала войны в Украине в целом регион Центральной Азии, я уже упомянул, стал важен для США и Европейского Союза, что они готовы закрывать глаза сейчас на многие вещи. Опять же, исходя из того, что, скажем так, сильно давить на регион они не хотят, потому что боятся, что тогда он окончательно пойдет в объятии вот этого китайского жениха, о котором ты говорил. А если еще, я об этом, кстати, вот этот сценарий мы тоже обсуждали, а если будет и конфронтация Китая с США вокруг Тайваня, то тогда к этому китайскому жениху еще присоединится московский его, скажем так, младший партнер. Поэтому я думаю, что вот этот вариант, скажем так, для Запада не выгоден. Поэтому они, с одной стороны, дают сигналы предупреждения региону по каким-то направлениям, с другой стороны, обещают пряники касательно поддержки разных проектов и инвестиций. Но в то же самое и Запад как бы не хочет этот регион слишком давить и закручивать по отношению к нему гайки, несмотря на то, что этот регион представляет авторитарные страны. Опять же, опасаясь то, что это будет геополитически невыгодно ни для Вашингтона, ни для Брюсселя. И в этом, я думаю, как раз заключается, ну опять же, будем реалистами, вся вот эта внешняя политика западных стран, которая именно в условиях кризиса и четко показала, где у них больше приоритетов. А приоритеты именно в основе своих национальных интересов экономических и военно-политических, в первую очередь. Вот после начала войны в Украине мы видим, как важен стал сейчас наш регион и наблюдаем некое такое геополитическое перетягивание Центрально-Азиатского каната разными крупными державами. И каждому государству в нашем регионе по отдельности вряд ли удастся стать самостоятельным игроком на мировой арене, с которым будут считаться. Такое возможно теоретически только если будет союз наподобие европейского. Но вопрос в том, а возможен ли вообще, даже теоретически, такой союз в Центральной Азии? Союз – это такая определенная, Вадим, все-таки высшая стадия интеграционного объединения. Можно говорить о кооперации стран Центральной Азии в каких-то отдельных направлениях, где эти страны могут найти точки соприкосновения, например, по проблеме воды. Недавно была международная встреча, связанная с международным фондом по спасению орала, где как раз, опять же, встречались президенты и поднимали темы касательно необходимости более тесной координации своей политики. Но, опять же, с другой стороны, ведь наш регион тоже, скажем так, он хоть и стабилен по сравнению с другими частями бывшего постсоветского поля, но, с другой стороны, тут тоже есть и конфликтные определенные точки напряжения. Между Таджикистаном и Кыргызстаном есть, между Кыргызстаном и Казахстаном, особенно там по проблеме границы. Я имею в виду постоянное перекрытие Казахстана-Кыргызской границы для кыргызских грузоперевозчиков. Это каждый год наблюдается и все время вызывает вот эти скандалы и так далее. Поэтому, я думаю, то, что точечные взаимодействия, они будут проходить между нашими странами. Но говорить о полноценном взаимодействии по всем направлениям и тем более о создании каких-то общих структур по уровню Европейского Союза, я думаю, что об этом говорить пока рано. Хотя, на самом деле, я здесь хотел бы подчеркнуть очень важный момент. По отдельности, каждый из наших стран, это игрок слабый на самом деле и абсолютно не имеющий никакого веса. Вместе, как регион, как вот пять пальцев сжаты в единый кулак, мы уже представляли бы определенную силу, определенный интерес, и интерес, в том числе, экономический, потому что, скажем так, объединенные рынки наших стран намного более привлекательны для инвесторов, правильно, да? Чем там рынок Казахстана, где там 20 миллионов человек, или там Кыргызстана, или Туркменистана. Это во-первых. Но здесь необходимо, чтобы мы сами определили, какую собственную региональную повестку дня без участия Китая, России, и США и других стран, мы их готовы выработать и предложить. Это очень важный момент. Именно собственную региональную повестку дня. В каких направлениях? Когда мы это будем делать, тогда с нами будет считаться. Вот. Это во-первых. Во-вторых, наше взаимодействие, Вадим, оно должно исходить из принципа того, что это должно нам, в первую очередь нашим странам, самим по отдельности становиться сильнее. То есть, создавать союз ради союза, как мы видим, это никогда ничему хорошего не приводит. Попытки были тем более. То есть, наши взаимодействия. Да. Сыдрально-азиатские союзы, да. Вот. Поэтому, да. Поэтому наше взаимодействие должно всегда исходить из наших национальных интересов. Это во-первых. И во-вторых, мы должны в том числе использовать нашу региональную повестку дня, если мы ее выработаем, для того, чтобы навязывать свои правила у Горы. То есть, игры. Хватит уже нас воспринимать как пешек на чужой шахматной доске. Но это и будет продолжаться до тех самых пор, пока мы сами будем считать себя такими пешками. Я поэтому, Вадим, еще раз повторю свой тезис, который не раз озвучивал. Основой создания регионального взаимодействия могла бы быть вот эта более тесная кооперация Казахстана и Узбекистана. То есть, начать нужно с этих стран, как некого ядра вот этого регионального взаимодействия. Как два крупных государства с определенными амбициями, с определенными финансовыми возможностями, с довольно сейчас активной внешней политикой. Узбекистан сейчас тоже активно это демонстрирует, и в том числе по отношению к Западу. Поэтому я думаю, что да, если эти две страны, как Франция и Германия в Европейском Союзе, создадут некое ядро, то тогда и другие страны Центральной Азии будут подсоединяться и подключаться. То есть, необходим кейс, успешный кейс регионального взаимодействия на первой ступени между двумя странами. Когда этот кейс будет удачным, то тогда и расширится состав участников. Давай вернемся вот к речам на общих дебатах Генеральной Ассамблеи. Я послушал выступление Байдена, Зеленского по войне в Украине. Они практически говорили в унисун. И на этом фоне резко контрастировало умиротворяющее выступление Тукаева, который говорил о переговорах, о миротворческих инициативах и так далее. Байдена, Зеленского по войне. 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 We urge all parties to seek diplomatic solutions to the conflicts based on the UN Charter and universally recognized international law. In this regard, Kazakhstan commends all efforts and plans proposed by different states and groups of countries in support of a political settlement of the Ukrainian crisis. Diplomacy and dialogue should always prevail in seeking the resolution of international disputes. Мы прекрасно знаем, что переговоры с Россией в Украине запрещены законом даже. И что если они случатся, то Россия непременно выставит условия аннексию части территории. Как ты вот оцениваешь выступление Тукаева? Ну что касается этой части его выступления, то здесь просто Китай является, скажем так, вот этим образцом для подражания для Тукаева. То есть, ну как китаист и как человек, который на самом деле Китай сейчас воспринимает, я думаю, в качестве вот именно некой такой ролевой модели, он и взял вот эту китайскую риторику касательно отношения к украинскому конфликту. То есть, помнишь, Китай тоже в свое время предлагал, да, свой план, так называемый план по мирному урегулированию, где ни разу не упоминал вообще слово «война». У него тоже не было войны. Больше подыгрывал, да. Больше подыгрывал России. Потому что там тоже были тезисы о переговорах, о дипломатическом решении этого конфликта и так далее. Нет никакой конкретики абсолютно. Только умиротворяющие заявления о том, что ребята, давайте жить дружно. Поэтому я думаю, что вот этот тезис Тукаева на трибуне генерального саблеиона, они по сути очень сильно совпадают с китайскими тезисами по поводу этого конфликта. А очень обтекаемые, без конкретики, абсолютно необязательные ни для одной из сторон. Я поэтому вижу вот такие аналогии. Для кого эта поездка была полезной больше? Для Казахстана или для Тукаева? Причем я тебе не подсказываю ответ. Все-таки он встречался с главами крупных международных корпораций. И вот недавно в послании, которое мы с тобой разбирали, он говорил, что он лично участвует в привлечении инвестиций. Как тебе видится? Ну, давай вспомним то, что мы уже упоминали некую аналогию Тукаева с Назарбаевом. Назарбаев тоже очень часто любил ездить в разные страны с большими делегациями бизнесменов. Также активно заявлял о том, что он привлекает инвестиции. Но при этом создал олигархическую экономику. Экономику, которая, несмотря, скажем так, на все заявления о привлечении инвестиций, так и осталась добывающей. А те инвестиции, которые приходили, в основном приходили в сырьевой сектор. То есть, Вадим, здесь очень важный момент. Те инвесторы, с которыми встречается Тукаев, это не сведущие мальчики, да? То есть, это не люди, которых можно убаюкать красивыми лозунгами. Это представители бизнеса, которые неплохо, в принципе, получают информацию и знают о ситуации в тех странах, куда их привлекают. Они очень хорошо оценивают эту информацию по рейтингам международным, которых очень много. Например, вот недавно, Вадим, в рейтинге экономических свобод, которые вот Wall Street Journal публикует и Heritage Foundation каждый год, Казахстан упал на 7 позиций в этом году. Вот, на 7 позиций упал. И, кстати, самые низкие баллы у нас были в двух вещах. Это неэффективная судебная система, юридическая, и высокий уровень коррупции. Для бизнеса, особенно западного, это является самыми главными бенчмарками, да? Чтобы была честная, независимая судебная система, где есть защита прав собственности, и чтобы не было коррупции, или хотя бы она была на низком уровне. То есть, можно сколько угодно встречаться, можно сколько угодно делать красивый PowerPoint presentation с участием наших министров, изъявлять о том, что вот-вот мы привлечем инвестиции. Инвесторы всегда смотрят на страну с точки зрения рисков, какие там есть. Риски политические есть, риски экономические есть и так далее. И потом, Вадим, важный момент. Казахстан это только один из маленьких пазлов на глобальном рынке. Конкуренция за этих инвесторов идет очень сильная и среди других стран. Вот, и поэтому вы исходите из того, что как бы он поехал, встретился, и завтра эти инвесторы с люлюканем радостным сюда придут с большими пакетами, я сомневаюсь. Потому что бизнес немного по-другому мыслит. У него горизонт планирования более длительный и долгий, чем у наших чиновников. Вот, поэтому я думаю, что здесь, опять же, так как вот с Назарбаевым, поездка Тукаева, это часть его внешнеполитического имиджа и репутации человека, который... Для чего он ездит? Во-первых, показать, что он уже контролирует страну, что он уже полноценный, легитимный, легальный президент, что он уже полностью контролирует и внешнюю, и внутреннюю политику. То есть, это некая как бы презентация себя в международном сообществе, что я уже все, уже, скажем так, накачал мышцы, и в принципе, со мной нужно разговаривать, читаться и так далее. Спасибо, Досом! С нами был политолог Досом Садпаев. Подписывайтесь на его YouTube-канал Аудиториум QZ Досома Садпаева, который является лучшим в Казахстане просветительским каналом, а также на другие социальные сети Досома Садпаева. Все ссылки на них я оставлю в описании к этому ролику. Не забывайте канал Гиперборей, подписывайтесь на него, если еще почему-то этого не сделали. Жмите на колокольчик, будете всегда получать уведомления о каждом новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты и всегда в конце каждого выпуска. Я благодарю вас за вашу поддержку. Кокоп, Рахмет, огромное всем спасибо! Мы делаем Гиперборей вместе. Послать донат проще всего через QR-код КАСПИ, который вы видите в левом верхнем углу вашего монитора. Также можно отправить донат на номер телефона или на номера банковских карт. А зарубежные подписчики могут нас поддержать по системе перевода в PayPal. Все реквизиты вы видели на мониторе, они также есть в описании к этому ролику. Ну а я с вами на этом ненадолго прощаюсь. Сау Болденздар! А ну давай, давай, скорей, оцени новый выпуск на Гиперборей. Грей, 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 Гиперборей, грей, грей, грей. Это супер! Сау Болдензар! Продолжение следует...